В центре избиркома президент сегодня подписал указ об их назначении. Как сообщает пресс-служба Кремля в этом списке, уполномоченный по правам человек России Лапам Филова, депутат Госдумы от КПРФ Василий Лихачев, заместитель руководителя федеральной антимонопольной службы Александр Кинев, представитель патриотов России Евгений Шевченко, а также действующий член ЦИК Борис Эбзеев. Добавлю, центральная избирательная комиссия формируется сроком на 5 лет. В ее составе 15 человек. Пятерых из них утверждает лично президент страны, остальных делегирует Совет Федерации и Госдума. Срок полномочий нынешнего состава истекает 25 марта. Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой республики Тываш. Албан Караул доложил о ситуации в регионе. Некоторые показатели, несмотря на непростые экономические условия, удалось улучшить. Могу доложиться, что есть определенная тенденция положительная. Это внутренний региональный продукт за 2015 год был увеличен на 3 миллиарда рублей. И вот сейчас составляет 49 миллиардов. По итогам 2015 года индекс промышленного развития составил 108%. Это что соответствовало тройке сибирских регионов. Также повысилась инвестиционная привлекательность республики. В регионе работают программы поддержки малого и среднего бизнеса. Действуют налоговые льготы. Введен в строй горно-обогатительный комбинат. В Москве в деле о гибели ребенка при падении лифта появились новые подробности. В середине декабря семейная пара заходила с грудным младенцем в лифт. В тот момент трос оборвался. И вот теперь прокуратура обнаружила факты мошенничества со стороны обслуживающих организаций. Это далеко не единичный случай. Подъемные механизмы по разным причинам сейчас просто остановлены по всей стране. Об этом в программе «Актуально» в 17.30. И вот что еще готовят коллеги. Здесь ходят пешком. Как массовая проверка лифтов заканчивается их повсеместным отключением? Кто ответит за гибель и увечья людей, пострадавших от неисправного и непригодного для эксплуатации оборудования? Почему лифт не считается объектом повышенной опасности? Кто отвечает за его состояние? И что нужно сделать, чтобы путь домой не был связан с риском для жизни? ГАИ в засаде. Почему сотрудники ДПС не выполняют распоряжение собственного руководства и продолжают устраивать ловушки для автомобилистов? Где прячутся патрульные, чтобы поймать нарушителя? И можно ли не платить штраф, если инспектор сам нарушил служебные правила? Проверим. Тайные спонсоры тех, кто называет себя борцами за свободу и демократию. Как западные фонды, поддерживаемые госдепом США и одиозным миллиардером-русофобом Джорджем Соросом, используют серые схемы финансирования российских НКО? Почему в качестве перевалочного пункта за океанских денег выбрали Чехию? Как некоммерческие организации превращают в коммерческие ООО? Зачем мнимые общественники требуют рассекретить данные о передвижении российских войск? И на что еще тратят средства заграничных покровителей? Эксклюзивное расследование. Об этом в программе Актуально в 17.3.